Иное измерение русской культуры Антон Павлович Чехов Остров Сахалин Читает Евгений Браслев-Брушковский Глава пятнадцатая Краткое содержание Хозяева каторжные Перечисления в поселенцы Выбор мест под новые селения Домо-обзаводство Половинщики Перечисления в крестьяна Переселение крестьян из сынных на материк Жизнь в селениях Близость тюрьмы Состав населения по месту рождения И по сословиям Сельские власти Когда наказание Помимо своих прямых целей Мщение Устрашение Или исправление Задается еще другими Например Колонизационными целями То оно по необходимости Должно постоянно приспособляться К потребностям колонии И идти на уступки Тюрьма Антагонист колонии И интересы обеих Находятся в обратном отношении Жизнь в общих камерах Порабощает И с течением времени Перерождает арестанта Инстинкты Оседлого человека Домовитого хозяина Семьянина Заглушается в нем Привычками Стадной жизни Он теряет здоровье Старится Слабеет морально И чем позже Он покидает тюрьму Тем больше причин Опасаться Что из него выйдет Не деятельный Полезный член колонии А лишь Бремя Для нее И потому Колонизационная практика Потребовала Прежде всего Сокращение Сроков тюремного Заключения И принудительных Работ И в этом смысле Наш Устав О сынных Делает Значительные Уступки Так Для каторжных Отряда Исправляющихся Десять месяцев Считаются За год И если Каторжные Второго И третьего Разряда То есть Осужденные На сроки От четырех До двенадцати Лет Назначаются На рудничные Работы То каждый Год Проведенный Ими На этих Работах Засчитывается За полтора Года На Сахалине В каждой Канцелярии Имеется Таблица Исчисления Сроков Из нее Видно Что осужденный Положим На семнадцать С половиной Лет Проводит На каторге В действительности Пятнадцать Лет И три Месяца Если же Он попал Под манифест То только Десять Лет Четыре Месяца Осужденный На шесть Лет Освобождаются Через Пять Лет И два Месяца А в случае Манифеста Через Три Года И шесть Месяцев Каторжным По переходе В разряд Исправляющихся Закон Разрешает Жить Строить себе Дома Вступать В брак И иметь Деньги Но Действительная Жизнь В этом направлении Пошла Еще дальше Устава Чтобы Облегчить Переход Из каторжного Состояния В более Самостоятельное Преамурский Генерал Губернатор В 1888 Году Разрешил Освобождать Трудолюбивых И доброго Поведения Каторжных До срока Объявляя Об этом Приказе Номер 302 Генерал Кананович Обещает Увольнять От работы За два И даже За три Года До окончания Полного Срока Работ И без Всяких Статей И приказов А по Необходимости Потому что Это полезно Для колонии Вне Тюрьмы В собственных Домах И на Вольных Квартирах Живут Все Без Исключения Сыльно Каторжные Женщины Многие Испытуемые И даже Бессрочные Если у них Есть семья Или если Они хорошие Мастера Землемеры Каюры И тому Подобное Многим Позволяется Жить Вне Тюрьмы Просто Под Человечности Или из Рассуждения Что если Такой Будет Жить Не в Тюрьме А в Избе То От этого Не произойдет Ничего Худого Или Если Бессрочному З Разрешается Жить На Вольной Квартире Только Потому что Он Приехал С Женой И Детьми То Не Разрешить Этого Краткосрочному Н Было бы Уже Несправедливо К Первому Января 1890 Года Во всех Трех Соколинских Округах Состояло Каторжных Обоево Пола 5905 Из Нех Осужденных На сроки До 8 лет Было 2124 36 Процентов От 8 до 12 1567 26 С Половиной Процентов От 12 До 15 747 12,7 Процента От 15 До 20 Лет 731 12,3 Процента Бессрочных 386 6,5 Процентов И Рецидивистов Осужденных На сроки К этому Прибавить Среднюю Продолжительность Каторги 8-10 Лет И Если Принять Еще во Внимание Что на Каторге Человек Старится Гораздо Раньше Чем При Обыкновенных Условиях То Станет Очевидным Что При Буквальном Исполнении Судебного Приговора И При Соблюдении Устава Со Строгим Заключением В тюрьме А с Работами Под Военным Конвоем И Прочем Не Только Долгосрочные Но и Добрая Половина Краткосрочных Поступала В колонию С Уже Утраченными Колонизаторскими Способностями При Мне Каторжных Хозяев Обоего Пола Сидевших На Участках Было 424 Каторжных Обоего Пола Проживавших В колонии В качестве Жен Сожителей Сожительниц Работников Жильцов И Прочего Записано Мною 908 Всего Жила Вне Тюрьмы В собственных Избах И На Вольных Квартирах 1332 Человека Что Составляло 23% Всего Числа Каторжных Я Не Считаю Здесь Каторжных Живущих У Чиновников В качестве Прислуги В общем Я думаю Живущие Вне Тюрьмы Составляют 25% То есть Из Каждых Четырех Каторжных Одного Тюрьма Уступает Колонии Процент Этот Значительно Повысится Когда 305 Статья Устава Разрешающая Исправляющимся Жить Вне Тюрьмы Распространится Также И на Корсаковский Округ В котором По желанию Господина Белого Все Без Исключения Каторжные Живут В тюрьме Как Хозяева Каторжные В колонии Почти Ничем Не Отличаются От Хозяев Поселенцев Каторжные Состоящие При Хозяйствах В качестве Работников Делают То же Что Наши Деревенские Работники Отдача Арестантов Работники К хорошему Хозяину Мужику Тоже Сынному Составляет Пока Единственный Вид Каторги Выработанный Русской Практика И несомненно Более Симпатичный Чем Австралийское Батрачество Жильцы Каторжные Лишь Ночуют На Квартирах Но На Раскомандировке И Работы Должны Являться Так же Аккуратно Как и Их Товарищи Живущие В тюрьме Мастеровые Например Сапожники И Столяры Часто Отбывают Свой Каторжный Урок У себя На Квартире В Александровске Почти Все Городскую Физиономию В Одной Избе Я записал Семнадцать Человек Но Такие Многолюдные Квартиры Мало Чем Отличаются От Общих Камер От Того Что Четверть Всего Состава Сыльно Каторжных Живет Вне Тюрьмы Особенных Беспорядков Не Замечается И Я Охотно Признал Бо Что Упорядочить Нашу Каторгу Нелегко Именно Потому Что Остальные Три Четверти Живут В Тюрьмах Говорить О Преимуществе Изб Перед Общими Камерами Мы Можем Конечно Только С вероятностью Так Как Точных Наблюдений По этой Части У нас Пока Нет Вовсе Никто Еще Не Доказал Что Среди Каторжников Живущих В Избах Случаи Преступлений И побегов Наблюдаются Реже Чем У Живущих В Во-вторых Но Весьма Вероятно Что Тюремная Статистика Которая Рано или Поздно Должна Будет Заняться Этим Вопросом Сделает Свой Окончательный Вывод В Пользу Изб Пока Несомненно Одно Что Колония Была бы В выигрыше Если Б Каждый Каторжный Без Различия Сроков По Прибытии На Сахалин Тотча же Приступал Б К Постройке Избы Для себя И для Своей Семьи И Начинал Б Свою Колонизаторскую Деятельность Возможно Раньше Пока Он Еще Относительно Молод И Здоров Да И Справедливость Ничего Бы Не Проиграл От Того Так Как Поступая С первого Дня В Колонию Преступник Самое Тяжелое Переживал Бы До Перехода В Поселенческое Состояние А Не После Когда Кончается Срок Каторжного Освобождают От Работ И Переводят В Поселенцы Задержек При этом Не Бывает Новый Поселенец Если У него Есть Деньги И Протекция У Начальства Остается В Александровске Или В том Селении Которое Ему Нравится И Покупает Или Строит Тут Дом Если Еще Не Обзавелся Им Когда Был На Каторге Для Такого Сельское Хозяйство И Труд Не Обязательное Если Он Принадлежит К Серой Массе Составляющей Большинство То Обыкновенно Садится На Участок В Том Селении Где Прикажет Начальство И Если В Этом Селении Тесно И Нет Уже Земли Годной Под Участки То Его Сажают Уже На Готовое Хозяйство В Совладельцы Или Половинчики Или Его Посылают Селиться На Новое Место Сахалин Относится К Отдаленнейшим Местам Сибири Вероятно Ввиду Исключительно Сурового Климата Вначале Водворялись Здесь Только Тех Поселенцев Которые Отбывали Каторгу На Сахалине И успевали Таким Образом Предварительно Если Не Привыкнуть Да Хоть Приглядеться К Месту Теперь же По-видимому Хотят Изменить Этот Порядок При Мне По Приказанию Барона Корфа Был Призлан На Сахалин И Водворен В Дербинском Некий Иуда Гамберг Приговоренный К ссылке В Сибирь На Поселение В Дубках Проживает Поселенец Симон Саулат Отбывавший Каторгу Не на Сахалине А в Сибири Есть Уже Здесь И Административные Сыльные Выбор Мест Под Новое Селение Требующий Опыта И некоторых Специальных Знаний Возложен На местную Администрацию То есть На окружных Начальников Смотрителей Тюрем И Смотрителей Поселений Каких-нибудь Определенных Законов И инструкций На этот счет Нет И все Дело Поставлено В зависимость От такого Случайного Обстоятельства Как Тот Или Другой Состав Служащих Находятся Они На службе Уже Давно И Знакомы С Ильным Населением И С Местностью Как Например Господин Бутаков На севере И Господа Белый И Ярцев На юге Или Это Недавно Поступившие В лучшем Случае Филологи Юристы И Пехотные Поручики И в худшем Совершенно Необразованные Люди Раньше Нигде Не служившие В большинстве Молодые Не знающие Жизни Дорожане Я уже писал О чиновнике Который Не поверил И народцам И поселенцам Когда те Предупреждали Его Что весною И во время Сильных дождей Место Которое Он выбрал Для селения Заливается водой При мне Один чиновник Сосовитой Поехал За 15-20 верст Осматривать Новое место И вернулся Домой В тот же день Успевший В 2-3 часа Подробно Осмотреть место И одобрить его Он говорил Что прогулка Вышла Очень Милая Старшие И более Опытные Чиновники Уходят На поиски Новых мест Редко И неохотно Так как Всегда Бывают Заняты Другими Делами А младшие Неопытны И равнодушны Администрация Проявляет Медленность Дело Затягивается И в результате Получается Переполнение Уже Существующих Селений И по неволе В конце концов Приходится Обращаться За помощью К каторжным И солдатам Надзирателям Которые По слухам Иногда Удачно О кругах Нет уже Места Для отвода Участков Между тем Как число Нуждающихся В них Быстро Возрастает Предложил Немедленно Организовать Партии Из благонадежных Сыльно-каторжных Под надзором Вполне Расторопных Более Опытных В этом деле И грамотных Надзирателей Или даже Чиновников И таковые Отправлять К отысканию Мест Годных Под поселение Эти партии Бродят По совершенно Неисследованной Местности На которую Никогда Еще Не ступала Нога Топографа Места Отыскивают Но Неизвестно Как высоко Лежат Они Над уровнем Моря Какая Тут Почва Какая Вода И прочее О пригодности Их К заселению И сельскохозяйственной Культуре Администрация Может судить Только Гадательно И потому Обыкновенно Ставится Окончательное Решение В пользу Того Или Другого Места Прямо На Удачу На Авось И при этом Не спрашивают Мнения Ни у Врача Ни у Топографа Которого На Сахалине Нет А землемер Является На новое Место Когда Уж Земля Раскорчевана И на Ней Живут Со Временем Выбор Новых Мест Будет Возложен В каждом Округе На Комиссию Из чинов Тюремного Бедомства Топографа Агронома И врача И тогда По протоколам Этой комиссии Можно будет судить Почему Выбрана Та или другая Местность В настоящее время Некоторая Правильность Замечается В том Что людей Охотнее всего Селят По долинам Рек И около Дорог Существующих Или проектированных Но и тут Видна Скорее Рутина Чем Какая-нибудь Определенная Система Если Выбирают Какую-нибудь Приречную Долину То не потому Что она Лучше других Исследована И наиболее Пригудна Для культуры А потому Только Что она Находится Недалеко От центра Юго-западное Побережье Отличается Сравнительно Мягким Климатом Но оно Отстоит Отдуая Или Александровска Дальше Чем Арковская Долина И долина Реки Армудана И потому Последние Предпочитаются Когда же Селят На линии Проектированной Дороги То при этом Имеются ввиду Не жители Нового Селения А те Чиновники И каюры Которые Со временем Будут ездить По этой дороге Если бы Не эта Скромная Перспектива Оживлять И охранять Тракт И давать Приют Проезжающим То было бы Трудно Понять Для чего Нужны Например Селения Проектируемые По тракту Вдоль Тыми От верховьев Этой реки До Ныйского Залива За охранение И оживление Тракта Жители Будут Вероятно Получать От казны Денежное И пищевое Довольствие Если 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 Эти Селения Будут Продолжением Теперешней Сельскохозяйственной Колонии И администрация Рассчитывает На рожь И пшеницу То Сахалин Приобретет Еще Несколько Тысяч Голодных Потерянных Бедняков Питающихся Неизвестно Чем Генерал-губернатор После Объезда Селения Передавая Мне Свои Впечатления Выразился Так Каторга Начинается Не на Каторге А на Поселении Если Тяжесть Наказания Измерять Количеством Труда И физических Лишений То на Сахалине Часто Поселенцы Несут Более Суровое Наказание Чем Каторжное На Новое Место Обыкновенно Болотистое И покрытое Лесом Поселенец Является Имея С собой Только Плотничный Топор Пилу И Лопату Он Рубит Лес Корчует Роет Канаву Чтобы Осушить Место И все Время Пока Идут Эти Подготовительные Работы Живет Под Открытым Небом На Сырой Земле Прелести Сахалинского Климата С его Пасмурностью Почти Ежедневными Дождями И Низкой Температурой Нигде Не Чувствуется Так Резко Как На Этих Работах Когда Человек В продолжении Нескольких Недель Ни на Одну Минуту Не Может Отделаться От Чувства Пронизывающей Сырости И Озноба Это Настоящая Фебрис Сахалиенсис Сахалинская Горячка С головной Болью И Ломотою Во Всем Теле Зависящая Не от Инфекции А от Климатических Влияний Сначала Строить Селение И Потом Уж Дорогу К Нему А не Наоборот И Благодаря Этому Совершенно Непроизводительно Расходуется Масса Сил И Здоровья На Переноску Тяжести Из Поста От Которого К новому Месту Не Бывает Даже Тропинок Поселенец Набьюченный Инструментом Продовольствием И Прочим Идет Дремучей Тайгой То По Колено В Воде То Карабкаясь На Горы Валежника То Путаясь В Жестких Кустах Богульника 307 Статья Устава О Сыльных Говорит Что Поселяющимся Вне Острога Отпускается Лес Для Постройки Домов Здесь Эта Статья Понимается Так Что Поселенец Сам Должен Нарубить Себе Лесу И Заготовить Его В Прежнее Время На помощь Поселенцам Отпускались Каторжные И Выдавались Деньги На Наем Плотников И Покупку Материалов Но Этот Порядок Был Оставлен На Том Основании Что В Получались Лодари Каторжные Работают А поселенцы В это время В Орлянку Играют Теперь Поселенцы Устраиваются Общими силами Помогая Друг Другу Плотник Ставит Сруб Печник Мажет Печь Пильщики Готовят Доски У кого Нет сил И умения Работать Но Есть Деньжонки Тот Нанимает Своих Товарищей Крепкие И выносливые Люди Несут Самую Тяжелую Работу Слабосильные Или Отвыкшие В тюрьме От крестьянства Если Не играют В органку Или В карты Или Если Не Прячутся От холода То Занимаются Какой Нибудь Сравнительно Легкой Работой Многие Изнемогают Падают Духом И Покидают Свои Недостроенные Дома Манзы И Кавказцы Не умеющие Строить Русских Изб Обыкновенно Бегут В первый Жигут Почти Половина Хозяев На Сахалине Не имеет Домов И Это Следует Объяснить Как мне кажется Прежде всего Трудностями С которыми Поселенец Встречается При первоначальном Обзаведении Бездомовне Бездомовные Хозяева По данным Которые Я беру Из отчета Инспектора Сельского Хозяйства В 1889 Году В Тымовском Округе Составляли 50% Всего Числа В Корсаковском 42% В Александровском же Округе Где Устройство Хозяйства Обставлено Меньшими Трудностями И поселенцы Чаще Покупают Дома Чем Строят Только 20% Когда Закончен Сруб Хозяину Выдаются В суду Стекла И Железо Об этой Суде Начальник Острова Говорит Об одном Из своих Приказов К величайшему Сожалению Это судо Как и Многое Другое Долго Заставляет Себя Ждать Парализуя Охоту К Домо Обзаводству В прошедшем Году Осенью Во время Объезда Поселений Корсаковского Округа Мне приходилось Видеть дома Ожидающие Стекол Гвоздей И железок С задвижком В печах Ныне Я тоже Застал Эти дома В подобном Ожидании Приказ Приказ Номер 318 1889 Года Вот тут-то Поселенцу Как нельзя Кстати Могли бы Пригодиться Те деньги Которые Он Должен был Был бы Получать В течение Каторжного Срока Вознаграждение За труд По закону Арестанту Не более Половины Заработанных Денег А остающиеся Затем Суммы Выдаются Ему При освобождении На заработанные Деньги Не могут Быть обращаемы Никакие Гражданские Взыскания Или судебные Издержки И в случае Смерти Арестанта Они Выдаются Его Наследникам В деле Об устройстве Острова Сахалина За 1878 Год Князь Шаховской Заведовавший В 70-х Годах Дуйской Каторгой Высказывает Мнение Которое Следовало Быть И перешним Администратором Принять И к Сведению И к Руководству Вознаграждение Каторжных За работы Дает Хоть Какую Нибудь Собственность Арестанту А всякая Собственность Прикрепляет Его К месту Вознаграждение Позволяет Арестантам По взаимном Соглашении Улучшать Свою Пищу Держать В большей Частоте Одежду И помещение А всякая Привычка К удобствам Производит Тем большее Страдание В лишении Их Чем Удобств Этих Боли Совершенное же отсутствие Последних И всегда Угрюмое Неприветливая Обстановка Вырабатывает Помогает Домообзаводству И значительно Уменьшает Затраты Казны В отношении Прикрепления Их К земле По выходе На поселение Инструмент Выдается В суду На пять лет С условием Что поселенец Ежегодно Будет уплачивать Пятую часть В Корсаковском Округе Плотничий Топор Стоит Четыре Рубля Продольная Пила Тринадцать Рублей Лопата Один рубль Восемьдесят Копеек Подпилок Сорок Четыре Копейки Гвозди Десять Копеек За фунт Дроворубный Топор Дают За три Рубля Пятьдесят Копеек В суду Лишь В том Случае Если поселенец Не берет Плотничего Топора Не находят Нужным Исследовать Новое Место Даже Когда Уже Заселяют Его Посылают На новое Место Пятьдесят Сто Хозяев Затем Ежегодно Прибавляют Десятки Новых А между Тем Никому Неизвестно На какое Количество Людей Хватит Там Удобной Земли И вот Причина Почему Обыкновенно В скорости После заселения Начинает Уже Обнаруживаться Теснота Излишек Людей Этого Не замечается Только В Корсаковском Округе Посты Жеселения Обоих Северных Округов Все До одного Переполнены Людьми Даже Такой Несомненно Заботливый Человек Как Бутаков Начальник Тымовского Округа Сажает Людей На участки Как-нибудь Не соображаясь Насчет Будущего И Ни в одном Округе Нет Такого Множества Совладельцев Или Сверхкомплектных Хозяев Как именно У него Похоже Как будто Сама Администрация Не верит В сельскохозяйственную Колонию И мало-помалу Успокоилась На мысли Что земля Нужна поселенцу Ненадолго Всего на шесть лет Так как Так как Получив Крестьянские Права Он Непременно Покинет Остров И что При таких Условиях Вопрос Об участках Может иметь Одно лишь Формальное Значение Из записанных Мною Трех тысяч Пятисот Пятисот Пятидесяти двух Хозяев Шестьсот Тридцать восем Или же Восемнадцать Процентов Составляют Совладельцы А если Исключить Корсаковский Округ Где на участки Сажают Только по одному Хозяину То Процент Этот Будет Значительно Выше В Тымовском Округе Чем моложе Селение Тем выше В нем Процент Половинщиков В Воскресенском Например Хозяев Девяносто Семь А половинщиков Семьдесят Семь Это значит Что находить Новые места И отводить Участки Поселенцам С каждым Годом Становится Все труднее Хозяин И совладелец Живут В одной Избе И спят На одной Печи Бладеть Совместно Участком Не мешает Различия Вероисповеданий И даже Полов Помнится В Рыковском У поселенца Голубева Половинщик Еврей Любарский Там же У поселенца Ивана Хавриевича Собладелец Марья Бродяга Устройство Хозяйства И правильное Ведение Его ставится Поселенцу В непременную Обязанность За леность Нерадение И нежелание Устраиваться Хозяйством Его обращают В общественные То есть Каторжные Работы На один год И переводят Из избы В тюрьму Статья 402 Устава Разрешает Преамурскому Генерал-губернатору Содержать На казенном Довольстве Тех Из сахалинских Поселенцев Кои По признанию Местных Властей Не имеют К тому Собственных Средств В настоящее время Большинство Сахалинских Поселенцев В продолжении Первых Двух И редко Трех Лет По освобождении Скаторжных Работ Получают От казны Одежное И пищевое Довольствие В размере Обычного Арестантского Пайка Оказывать Такую помощь Поселенцам Побуждают Администрацию Соображения Гуманного И практического Свойства В самом деле Трудно Ведь допустить Чтобы поселенец Мог в одно и то же Время Строить себе Избу Готовить Землю Под пашню И вместе с тем Ежедневно Добывать себе Кусок хлеба Но не редкость Встретить В приказах Что Такой-то Поселенец Смещается Сдовольствие За нерадение За леность За то Что он Не приступил К постройке Дома И тому подобное В какой бедности Несмотря на пособия И постоянные Ссуды Из казны Здешние Сельские Жители Отбывают Свои сроки Мне уже Приходилось Говорить Вот Картинное Изображение Этой почти Нищенской Жизни Принадлежащее Перу Официального Лица В деревне Лютоги Я вошел В самую Бедную Лачугу Принадлежащую Поселенцу Зерину По ремеслу Плохому Портному Уже Четыре Года Устраивающемуся Бедность И недостаток Во всем Поразительные Кроме Ветхого Стола И обрубка Дерева Вместо Стула Никаких Следов Мебели Кроме Жестяного Чайника Из Керосиновой Банки Никаких Признаков Посуды Мудштучок Из местного Камыша Табаку Оказалось Не больше Как на полноперстка Приказ Номер 318 От 1889 Года По истечении Десяти лет Пребывания В поселенческом Состоянии Поселенцам Предоставляется Перечисляться В крестьяне Это новое Звание Сопряжено С большими Правами Крестьянин Из сынных Может Оставить Сахалин И водвориться Где пожелает По всей Сибири Кроме Областей Семереченской Акмолинской И Семипалатинской Приписываться К крестьянским Обществам С их Согласия И жить В городах Для занятия Ремеслами И промышленностью Он Судится И подвергается Наказанием Уже на основании Законов Общих А не Устава Остыльных Он Получает И отправляет Корреспонденцию Тоже на Общих Основаниях Без Предварительной Цензуры Устанавливаемой Для Каторжных Поселенцев Но В этом Его Новом Состоянии Все-таки Еще остается Главный Элемент Ссылки Он Не имеет Права Вернуться На Родину До 1888 Года Лицам Получившим Крестьянские Права Был Запрещен Выезд Из Сахалина Это Запрещение Отнимавшее У Сахалинца Всякую Надежду На Лучшую Жизнь Внушало Людям Ненависть К Сахалину И Как Репрессивная Мера Могла Только Увеличить Число Побегов Преступлений И Самоубийств Ее Призрачной Практичности Приносилась В жертву Сама Справедливость Так как Сахалинским Ссыльным Было Запрещено То Что Позволялось Сибирским Эта мера Вызвана Была Соображением Что Если Крестьяне Будут Покидать Остров То В конце Концов Сахалин Будет Лишь Местом Для Срочной Ссылки А не Колонии Но Разве Пожизненность Сделала бы Из Сахалина Вторую Австралию Жизненность И процветание Колонии Зависят Не от Запрещений Или Приказов А от Наличности Условий Которые Гарантируют Покойную И обеспеченную Жизнь Если не Самим Сыльным То хотя бы Их Детям И Внукам Получение Крестьянских Прав Через Десять Лет В Уставе Не Обставлено Никакими Особенными Условиями Кроме случаев Предусмотренных В примечании К 375 Статье Единственное Условие Тут Десятилетний Срок Независимо От того Был ли Поселенец Хозяином Хлебопашцем Или Подмастерьем Инспектор Тюрем Преамурского Края Господин Коморский Когда у нас Зашла речь Об этом Подтвердил Мне Что держать Сыльного В поселенческом Состоянии Дольше Десяти лет Или Обставлять Какими-либо Условиями Получения Крестьянских Прав По истечении Этого Срока Администрация Не имеет Права Между тем На Сахалине Мне приходилось Встречать Стариков Которые Пробыли В поселенцах Дольше Десяти лет Но Крестьянского Звания Еще Не Получили Показания Их Впрочем Я не Успел Проверить По статейным Спискам И потому Не могу Судить Насколько Они Справедливы Старики Могут Ошибаться В счете Или просто Лгать Хотя При распущенности Бестолковости Писарей И Неумелости Младших Чиновников От Сахалинских Канцелярий Можно ожидать Всяких Капризов Для Тех Поселенцев Которые Вели Себя Совершенно Одобрительно Занимались Полезным Трудом И Приобрели Оседлость Десятилетний Срок Может быть Сокращен До Шести Лет Триста Семьдесят Седьмой Статьей Разрешающей Эту Льготу Начальник Острова И окружные Начальники Пользуются В широких Размерах По крайней Мере Почти все Крестьяне Которых Я знаю Получили Это звание Через Шесть Лет Но К сожалению Полезный Труд И Оседлость Которыми В уставе Обусловлено Получение Льготы Во всех Трех Округах Понимаются Различны В Тымовском Округе Например Поселенца Не произведут В крестьяне Пока он Должен в казну И пока У него Изба Не покрыта Тезом В Александровске Поселенец Сельским Хозяйством Не занимается Инструменты И семена Ему Не нужны И поэтому Долгов Он делает Меньше Ему И права Получить Легче Ставят Непременным Условием Чтобы поселенец Был Хозяином Между Сыльными Чаще Чем В какой-либо Другой Среде Встречаются Люди Которые По натуре Не способны Быть Хозяевами И чувствуют Себя На своем Месте Когда Служат В работниках На вопрос Может ли Воспользоваться Льготой И вообще Получить Крестьянские Права Поселенец Который Не имеет Своего Хозяйства Потому что Служит Поваром У чиновника Или подмастерьем У сапожника В Корсаковском Округе Ответили Мне Утвердительно А по боях Северных Неопределенно При таких Условиях Конечно О каких-либо Нормах Не может быть И речи Если Новый Окружной Начальник Потребует От поселенцев Железных Крыш И уменья Петь На клиросе То Доказать Ему Что это Произвол Будет Трудно Когда я Был В Сианцах Смотритель Поселения Приказал 25 Поселенцам Собраться Около Надзирательской И объявил им Что постановлением Начальника Острова Они Перечислены В крестьянское Сословие Постановление Было Подписано Генералом 27 Января А объявлено Поселенцам 26 Сентября Радостное Известие Было Принято Всеми 25 Поселенцами Молча Ни один Не перекрестился Не поблагодарил А все Стояли Серьезными Лицами И молчали Как будто Всем Им Взгрустнулось От мысли Что на этом Свете Все Даже Страдание Имеет Конец Когда я И господин Ярцев Заговорили С ними О том Кто из них Останется На Сахалине А кто Уедет То Ни один Из 25 Не выразил Желания Остаться Все говорили Что их Тянет на материк И уехали бы С удовольствием Тотчас же Но Средств Нет Надо Обдумать И пошли Разговоры О том Что Мало Одних Денег На дорогу Небось Материк Тоже Деньги Любит Придется Хлопотать О принятии В общество И угощать Покупать Землишку И строиться То да Сё Гляди Рублей Полтораста Понадобится А Где их Взять В Рыковском Несмотря На его Сравнительно Большие Размеры Я застал Только 39 Крестьян И все Они были Далеки От намерения Пускать Здесь Корни Все Собирались На материк Один Из них По фамилии Беспалов Строит На своем Участке Большой Двухэтажный Дом С балконом Похожий На дачу И все Смотрят На постройку С недоумением И не понимают Зачем Это То Что богатый Человек Имеющий Взрослых Сыновей Быть может Останется Навсегда В Рыковском В то время Как отлично Мог бы Производит впечатление Странного каприза Чудачества В дубках Один крестьянин Картежник На вопрос Поедет ли он На материк Ответил мне Глядя надменно В потолок Постараюсь Уехать Только одного Я встретил Который выразил Желание Остаться На Сахалине Навсегда Это Несчастный человек Черниговский Хуторянин Пришедший За изнасилование Родной дочери Он не любит Родины Потому что Оставил там Дурную память О себе И не пишет Писем своим Теперь уже Взрослым Детям Чтобы не напоминать Им о себе Не едет На материк Потому что Лета Не позволяют Гонят Крестьян Из Сахалина Сознание Необеспеченности Скука Постоянный Страх За детей Главная Причина Это Страстное Желание Хотя Перед смертью Подышать На свободе И пожить Настоящую Неаристантскую Жизнь Аусурийский Край И Амур О котором Говорят все Как о земле Обетованной Так близки Проплыть На пароходе Три-четыре Дня А там Свобода Тепло Урожай Те Которые Уже Переселились На материке И устроились Там Пишут Своим Сахалинским Знакомым Что на материке Подают им Руку И водка За бутылку Стоит Только Пятьдесят Копеек Как-то Гуляя В Александровске На пристани Я зашел В катерный Сарай И увидел Там старика Шестидесяти Семидесяти Лет И старуху С узлами И с мешками Очевидно Собравшихся В дорогу Разговорились Старик Недавно Получил Крестьянские Права И теперь Уезжал С женой На материк Сначала Во Владивосток А потом Куда Бог Даст Денег По их словам У них Не было Пароход Должен Был Отойти Через Сутки Но Они Уже Прибрели На пристани И теперь Со своим Скарбом Прятались В катерном Сарае В ожидании Парохода Будто Боялись Чтобы Их Не вернули Назад О материке Они говорили С любовью С благоговением И с уверенностью Что Там-то И есть Настоящая Счастливая Жизнь На Александровском Кладбище Я видел Черный Крест С изображением Божией Матери И с такой Надписью Здесь Покоится Прах Девицы Афимьи Курниковой Скончалась В 1888 Году Мая 21 Дня Лет Ей От роду 18 Крест Сей Поставлен В знак Памяти И отъезда Родителей На материк 1889 Июня Дня Крестьянина Не отпускают На материк Если он Неблагонадежного Поведения И должен В казну Если он Состоит В сожительстве Со ссыльной Женщиной И имеет От нее Детей То билет На отлучку Выдается ему Только в том Случае Если он Обеспечит Своим Имуществом Дальнейшее Существование Своей Сожительницы И незаконно Прижитых С нею Детей Приказ Номер 92 От 1889 Года На материке Крестьянин Приписывается К облюбованной Им Волости Губернатор В ведении Которого Находится Волость Дает знать Начальнику Острова И последний В приказе Предлагает Полицейскому Управлению Исключить Крестьянина Такого-то И членов Его семьи Из списков И формально Одним Несчастным Становится Меньше Барон Андрей Николаевич Корф Говорил мне Что если Крестьянин Дурно Ведет Себя На материке То он Административным Порядком Высылается На Сахалин Уже Навсегда По слухам Сахалинцы Живут На материке Хорошо Письма Я их читал Но Видеть Как они Живут На новых Местах Мне Не Приходилось Впрочем Я видел Одного Но Не в Деревне А в Городе Как-то Во Владивостоке Я и Иеромонах Ираклий Сахалинский Миссионер И священник Выходили Вместе Из магазина И какой-то Человек В белом Фартуке В высоких Блестящих Сапогах Должно быть Дворник Или Артельщик Увидев Отца Ираклия Очень Обрадовался И подошел Под благословение Оказалось Что это Духовное Чадо Отца Ираклия Крестьянин Из Сыльных Отец Ираклий Узнал его Вспомнил Его Имя И фамилию Ну Как живешь Тут Спросил он Слава Богу Хорошо Ответил Тот С оживлением Крестьяне Пока еще Не отбыли На материк Живут В постах Или Селениях И ведут Хозяйство При тех же Неблагоприятных Условиях Как поселенцы И каторжные Они все еще Продолжают Зависеть От тюремного Начальства И снимать Шапки За 50 шагов Если живут На юге С ними Обходятся Лучшие И не секут Их Но все же Это Не крестьяне В настоящем Смысле А арестанты Они живут Возле тюрьмы И видят ее Каждый день А сельно-каторжная Тюрьма И мирное Земледельческое Существование Немыслимы Рядом Некоторые Авторы Видели В Рыковском Хороводы И слышали Здесь гармонику И разудалые Песни Я же Ничего Подобного Не видел И не слышал И не могу Себе представить Девушек Ведущих Хороводы Около тюрьмы Даже Если бы Мне случилось Услышать Кроме Звона Цепей И крика Надзирателя Еще разудалую Песню То я почел бы Это За дурной Знак Так как Добрый И милосердный Человек Около тюрьмы Не запоет Крестьян И поселенцев И их Собободных Жен И детей Гнетет Тюремный Режим Тюремное Положение Подобно Военному С его Исключительными Строгостями И неизбежную Начальственную Опекой Держит их В постоянном Напряжении И страхи Тюремная Администрация Отбирает У них Для тюрьмы Луга Лучшие места Для рыбных Ловель Лучший Лес Беглые Тюремные Ростовщики И воры Обижают Их Тюремный Палач Гуляющий По улице Пугает Их Надзиратели Развращают Их Жен И дочерей А главное Тюрьма Каждую Минуту Напоминает Им Об их Прошлом И о том Кто Они И Где Они Здешние Сельские Жители Еще Не Составляют Обществ Взрослых Уроженцев Сахалина Для которых Остров Был бы Родиной Еще Нет Старожилов Очень Мало Большинство Составляют Новички Население Меняется Каждый Год Одни Прибывают Другие Выбывают И во Во многих Селениях Как я Говорил Уже Жители Производят Впечатление Не сельского Общества А случайного Зброда Они Называют Себя Братьями Потому что Страдали Вместе Но Общего У них Все-таки Мало И они Чужды Друг Другу Они Веруют Неодинаково И говорят На разных Языках Старики Презирают Эту Пестроту И со Смехом Говорят Что Какое Может быть Общество Если в Одном И том Же Селении Живут Русские Хохлы Татары Поляки Евреи Чухонцы Киргизы Грузины Цыгане О том Как Неравномерно Распределен Поселением Нерусский Элемент Мне уже Приходилось Упоминать На вопрос Какой Губернии Мне Ответили 5791 Человек Тамбовская Дала 260 Самарская 230 Черниговская 201 Киевская 201 Полтавская 199 Воронежская 198 Донская Область 168 Саратовская 153 Курская 151 Пермская 148 Нижегородская 146 Пензенская 142 Московская 133 Тверская 133 Херсонская 131 Екатерина Славская 125 Новгородская 122 Харьковская 117 Орловская 115 На каждую Из остальных Губернии Приходится Меньше 100 Кавказские Губернии Все вместе Дали 213 Или 3,6 Процентов В тюрьмах Кавказцы Дают Больший Процент Чем В колонии А это Значит Что они Неблагополучно Отбывают Каторгу И далеко Не все Выходят На поселение Причины Тут Частые Побеги И вероятно Высокая Смертность Губернии Царства Польского Все вместе Дали 455 Или 8 Процентов Финляндии И Остзейских Губерний 167 Или 2,8 Процентов Эти цифры Могут дать Лишь Приблизительное Понятие О составе Населения По месту Рождения Но Едва Ли Кто Решится Выводить Из них Заключение Что Тамбовская Губерния Самая Преступная И Малороссы Которых Кстати сказать Очень много На Сахалине Преступнее Русских Неблагоприятно Отзывается На Русте Каждого Селения Также Еще Пестрота Иного Рода В колонию Поступает Много Старых Слабых Больных Физически И психически Преступных Неспособных К труду Практически Неподготовленных Которые На родине Жили В городе И не Занимались Сельским Хозяйством 1 января 1890 года По данным Взятым Мною Из казенных Ведомостей На всем Сахалине В тюрьмах И колонии Дворян Было 91 И Городских Сословий То есть Почетных Граждан Купцов Мещан И Иностранных Подданных 924 Что Вместе Составляло 10% Всего Числа Сыльных В большинстве Это люди Уже Утомленные Жизнью Скромные Грустные И когда Глядишь На них То Никак Не можешь Представить Себе Их В роли Уголовных Преступников Но Попадаются Также Пройдохи И нахалы В конец Испорченные Одержимые Moral Insanity Производящие Впечатление Каких-то Острожных Выскочек Их Манера Говорить Улыбки Походка Лакейская Услужливость Все это Нехорошего Пошловатого Тона Как бы то ни было Страшно Быть На их Месте Один Катажный Бывший Офицер Когда его Везли В арестантском Вагоне В Одессу Видел В окно Живописную И поэтическую Рыбную Ловлю С помощью Зажженных Смоляных Веток И факелов Поля Малороссии Уже Зеленели В дубовых И липовых Ея лесах Близ Полотна Дороги Можно заметить Фиалки И ландыши Так и Слышится Аромат Цветов И потерянные Воли Вместе Газета Владивосток 1888 Года Номер 14 Бывший Дворянин Убийца Рассказывая Мне о том Как приятели Провожали его Из России Говорил У меня Проснулось Сознание Я хотел Только одного Стушеваться Провалиться Но знакомые Не понимали Этого И на перерыв Старались Утешать Меня И оказывать Мне Всякое Внимание На Привилегированных Арестантов Когда их Ведут По улице Или Везут Ничто Так неприятно Не действует Как любопытство Свободных Особенно Знакомых Если в толпе Арестантов Хотят узнать Известного Преступника И спрашивают Про него Громко Называя По фамилии То это Причиняет ему Сильную боль К сожалению Нередко Глумятся Над Уже Осужденными Привилегированными Преступниками И в тюрьме И на улице И даже В печати В одной Ежедневной Газете Я читал Про бывшего Коммерции Советника Что будто бы Где-то в Сибири Идучи Этапом Он был Приглашен Завтракать И когда После завтрака Его повели Дальше То хозяева Не досчитались Одной ложки Украл Коммерции Советник Про бывшего Коммер Юнкера Писали Будто в ссылке Ему не скучно Так как Шампанского Где у него Разливанное море И цыганок Сколько хочешь Это Жестоко В каждом Селении Есть Староста Который Избирается Из домохозяев Непременно Из поселенцев И крестьян И утверждается Смотрителем Поселений Старосты Попадают Обыкновенно Люди Степенные Смышленые И грамотные Должность Их Еще не Определилась Вполне Но они Стараются Походить На русских Старост Решают Разные Мелкие Дела Назначают Подводы По наряду Вступаются За своих Когда нужно И прочее А у Рыковского Староста Есть даже Своя печать Некоторые Получают Жалования В каждом Селении Живет Также Надзиратель Чаще всего Нижний Чин Местной Команды Безграмотный Который Докладывает Проезжим Чиновникам Что все Обстоит Благополучно И наблюдает За поведением Поселенцев И за тем Чтобы они Без спросу Не отлучались И занимались Сельским Хозяйством Он Ближайший Начальник Селения Часто Единственный Судья И его Донесения По начальству Это документы Имеющие Немаловажное Значение При оценке Насколько Поселенец Преуспел В одобрительном Поведении Дома В заводстве И оседлости Вот Образчик Надзирательского Донесения Список Жителей Селения Верхнего Армудана Кои Дурного Поведения Колонка Первая Фамилии И имена Колонка Вторая Отметка Почему Именно Первый Из Дугин Анании Отметка Вор Второй Киселев Петр Васильев Отметка Тоже Третий Глыбин Иван Отметка Тоже Снова Один Голынский Семен Отметка Дома Нерочитель И Самовольный Второй Казанкин Иван Отметка Тоже Читано По изданию Полное собрание Сочинений Антона Павловича Чехова Издание Второе Том Шестнадцатый Санкт-Петербург Издание Адольфа Федоровича Маркса 1903 Год